Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне, и благодаря понедельникам открываем новый понедельник у Дробежева на канале Психфарм ТВ, и начинаем с первого вопроса, точнее с первой реклиптики, око за око самая рабочая формула, речь идет о нашем ролике, посмотрите его, пожалуйста, о том, что придумана новая совершенно система, мы больше сейчас будем говорить о профилактике психической расстройств, новый способ профилактики затяжной реакции горя, это назначение компенсации, вы знаете, так называемые гробовые деньги за погибшего там сына, родственника, и вот человек нам возражает, око за око самая рабочая формула, смерть близкого никакая компенсация не сможет профилактировать, тут нужны САЗС, атипичные антипсихотики в малых дозах помогут, и, конечно же, возвращение смертной казни, надо сказать, что тут вообще очень много смешного, ну, во-первых, то, что компенсация не сможет профилактировать реакцию горя сможет, ну, посмотрите, пожалуйста, наш ролик, там явно показано, что компенсация, она сумела успокоить родственников, во всяком случае, они не протестуют против смерти своего сына, Ну, а теперь давайте себе представим, многие вот их начали осуждать, что вот они там такие, променяли своего сына на Ладу Гранту, но не в этом дело, представьте себе, что вы живете в маленьком городке, что вы плохо живете, на вас никто не обращает внимания, с вами никто не разговаривает, тут погиб ваш сын, ваш близкий родственник, Но кто-то на вас обратил внимание, вам выдали деньги, на эти деньги вы смогли купить Ладу Гранту, о которой мечтал ваш погибший сын, и они, в общем, выглядят достаточно спокойно, и, в общем, понятно, что они все равно горюют, но абсолютно компенсация, она их способствовала тому, что на фоне компенсации они чувствуют себя гораздо легче. Вообще, люди очень, как бы я вам сказал, часто любят компенсации, я уже рассказывал о том, что это у нас со времен правды Ярослава Мудрого, там тоже были предусмотрены компенсации за убийство, там убиваете какого-то человека и платите определенную виру штраф, то есть, вот эта идея компенсации на самом деле на Руси много и много лет. Дело в том, что, ну, скажем, вот око за око, вам кажется, это самые рабочие формулы, но ведь есть люди, которые не могут убивать, например, я убивать и мстить не смогу, ну, просто не смогу, и, соответственно, значит, для меня ваша рабочая формула, она вообще не подходит. То есть, и для многих людей также, ведь не очень большое количество людей, скажем, идет в армию и идет убивать, не так уж их и много. Так что, я думаю, что вы здесь не правы. Вы не правы также по поводу того, что нужно лечить такие состояния атипичными антипсихотиками. Таких данных нет, я считаю, что антипсихотиками такие состояния лечить нельзя. Это в основном, на самом деле, болезнь связана с дисконтролем, с утратой контроля над нейронами. Видимо, активность серотониновой системы падает, СС здесь подходит при затяжной реакции голеного от антипсихотики, которые могут еще более снизить активность серотониновых нейронов. Конечно, не подходит. Ну, и, наконец, возвращение смертной казни. Я, честно говоря, не думаю, как возвращение смертной казни сможет способствовать профилактике хотя бы какого-либо психического расстройства. Значит, возвращение смертной казни даже не сможет вообще снизить преступность. Во всяком случае, такие официальные статистические данные есть, что на самом деле не в смертной казни дело. Ну, например, смертная казнь есть в Соединенных Штатах, во многих штатах, но уровень преступности там гораздо выше, чем, например, в Канаде, где, насколько я понимаю, этой смертной казни уже давно нет. Так что не в смертной казни это дело. У вас целое, просто огромное количество неправильных представлений. Вы не верите в компенсацию. Вы не верите в деньги. Вы почему-то верите антипсихотикам. Вы верите в смертную казнь. Вы, видимо, способны око за око, то есть, идти и убивать, то это уже как бы ваше дело. Следующий вопрос. Доктор, подскажите, 10 лет назад сказали диагноз ВСД, вексосудистой дистонии, просто надо приведут к этому состоянию. Недавно понял, что у меня ГТР. Все эти годы ничем не лечился. Сейчас пью полгода анвифен, немного помогает. Доктор, подскажите, где пройти обследование полное и каких анализов вообще начать. Не нужны никакие анализы. Психические расстройства, диагноз психического расстройства ставится по критериям, которые устанавливает врач во время осмотра. Приходите к психиатру, желательно, конечно, к толковому. Рассказывайте, что у вас происходит. Вам ставят диагноз, и вы начинаете лечиться в соответствии с этим диагнозом. Но обязательно в соответствии с этим диагнозом. Так что, чем быстрее вы обратитесь ко врачу-психиатру, тем будет лучше. И не надо заниматься самолечением. Мы всегда против занятий с самолечением. Более того, еще раз предупреждаем наших зрителей. Если будут продолжаться разговоры о самолечении и о рекламе самолечения, о каких бы препаратах речь ни шла, мы будем нещадно такие комменты банить. Вы уж нас извините. Следующий вопрос. Этот товарищ самый умный. Это про меня. И неврологи у него тоже идиоты, ничего не понимающие функционирование головного мозга. Один единственный врач в России, вот этот вот блогер, психиатр, зарабатывающий на обгаживании врачей других специальностей. Я не знаю, самый умный я или не самый умный. Ну, во всяком случае, не глупый. Что касается неврологов, я нигде не говорил, что неврологи идиоты, которые ничего не понимают функционирование головного мозга. Но то, что они не понимают, как функционируют нейроны, то, что они вообще не используют представление о нейронах в своей работе, это, кстати, не только о неврологах я говорил, но и говорил о психиатрах тоже. Так что не надо противопоставлять неврологов-психиатрам. Они тоже не знают о том, как работают нейроны. Это, конечно, не их вина, их беда, потому что на самом деле никто их этому не учил. Я на самом деле узнал про это вообще случайно, когда меня вывезли на тренинг ораторов в Париж. Я там послушал профессора Штефана Сталя, это было 22 года назад, я понял, что за этим будущее. И просто сам стал изучать. Ну и неврологов, и психиатров никто, видимо, туда не вывозил, они просто не знают, что за этим будущее. Ну, для этого служит мой блок, для того, чтобы эти люди могли понять. Теперь, что касается обгаживания врачей других специальностей. Я не обгаживаю врачей других, там, своих специальностей. Я высказываю свою точку зрения, пускай она может быть критичной, критичной, злой. Но что теперь делать? Мне действительно, понимаете, вот, когда вы сами станете больным, и пойдете к какому-нибудь врачу, и столкнетесь с тем, что врач не понимает, любой врач абсолютно не понимает, как функционирует тот или иной орган, и который будет вам рассказывать всякую ерунду, и вы будете знать, что рассказывать ерунду, ох, вы тогда взовьетесь. Поэтому я просто, поскольку я бывал и бываю в шкуре пациента, и пациента достаточно тяжелого, мне иногда приходится, в общем, от этого страдать. Поэтому, может быть, я действительно высказываюсь более зло, более критично, чем следовало. Но, мне кажется, я от этого не отступлюсь. Потому что, еще раз говорю, никто не мешает врачам смотреть мой блог Психоар ТВ, никто не мешает им заниматься самообразованием. Если вы хотите это делать, милости просим к нам, подписывайтесь на наш блог, и все будет нормально. Так что, вот так бы я ответил на это острокритическое замечание. Следующий вопрос. Точнее, реплика опять. Неправда, аминалон успокаивает не только меня, но и наших спортсменов в команде. Некоторые отказываются его пить из-за чрезмерного тормозящего эффекта. Вы знаете, вот этот ответ мне очень, этот коммент мне очень понравился. Почему? Я долгое время, я думаю, многие из нас, особенно мужская часть, они вот не понимают, почему наши спортсмены, ну, за исключением некоторых видов спорта, почему они такие тормознутые. Ну, в частности, например, футболисты. Вот мне это было вообще непонятно. Вот смотришь, как, например, бегает там сборная Испании, или как бегает сборная Франции, или как бегает сборная Англии. Но почему наши, вот возникает вопрос, такие тормознутые, ведь получают достаточно большие деньги, вроде бы должны хотя бы что-то изображать на поле, но этого нет. Теперь я понял, потому что их успокаивает аминалон. То есть, это особые люди. Вы знаете, аминалон – это гаммк, а гаммк, гамм-аминомастная кислота, не проникает через гемотенцефалический барьер. Но очевидно, что наши спортсмены такие тормознутые, что их даже препарат, который не проникает через гемотенцефалический барьер, тормозит. Я теперь хотя бы понял, почему в нашей стране нет и никогда не будет некоторых видов спорта. Ну, что теперь делать? Наших спортсменов может затормозить даже святая вода. Ну, надо менять спортсменов, и тогда, я думаю, все будет хорошо. А вам спасибо за очень и очень интересный коммент. Следующий вопрос. Точнее, опять реплика. Супер, док, хотел бы я, чтобы вы обучали меня в родинатуре. Что я вам хочу сказать? А вот на самом деле, вот такое замечание, оно выглядит, хотя оно такое вроде комплиментарное, но на самом деле, вы же знаете, что я всегда начинаю копаться во всяких смыслах. И здесь я тоже вот о чем подумал. Если вы думаете, я сейчас обращаюсь к зрителям, в принципе, медикам обращаюсь прежде всего. Если вы думаете, что вот мои знания, если вы думаете, что вот такой подход к изучению психиатрии, он будет приветствоваться, пожалуйста, не обольщайтесь. Я вас очень прошу. Против такого подхода к изучению психиатрии протестуют все по разным причинам. И прежде всего, фармацевтические компании, как ни странно. Потому что любую фармацевтическую команду, если ты знаешь компанию, если ты знаешь, как действует препарат, если ты знаешь механизмы действия, если ты знаешь патогенево-психический расстройство, тебе не составит труда вывести любую фармацевтическую компанию на чистую воду. Вот вы думаете, они будут рады, они же зарабатывают деньги. И эту же точку зрения они пропагандируют среди врачей. Поэтому я боюсь, я, конечно, очень вам благодарен, что вы высказываете такое желание, но я боюсь, что изучать вот такой подход к психиатрии, изучать психоармакологию так, как я это делаю, лучше всего и безопаснее всего на моем блоге. Поэтому я прошу, подписывайтесь на мой канал. Но я не думаю, что вот это нужно как бы сейчас распространять повсеместно, потому что я боюсь, что это встретит жесточайшее сопротивление, и боюсь, что могут быть даже жертвы. А я всегда против жертвы, против революции. Следующий вопрос. Спасибо за лекцию, док. А что, по вашему мнению, больше повышает дофамин? Анвифен или возобрал? На самом деле, очень и очень интересный вопрос. Никто, я даже думаю, что я сделаю об этом обязательно ролик отдельный, потому что, ну, во-первых, если говорить практически, то никто не сравнивал анвифен с возобралом по продофаминному эффекту. Поэтому до появления каких-то исследований вообще говорить определенно что-то бессмысленно. Я вообще к случаю придерживаюсь такой точки зрения. Но что можно предположить? У анвифена на самом деле механизм действия ингибирования обратного захвата более эффективный, чем механизм действия возобрала, потому что у него рецепторный механизм действия. Не знаю. Дело в том, что еще раз надо учитывать не просто же сам механизм, а насколько этот механизм выражен, насколько он явный, там, у анвифена его забрал. Так что трудно здесь сказать, но вопрос очень и очень интересный. Я думаю, что этот вопрос мы еще рассмотрим. И я думаю, что это просим даже очень. Если у вас еще такие есть какие-то вопросы интересные будут, присылайте нам. Нам это очень и очень нравится, когда мы можем решить такие сложные проблемы. Чем сложнее проблемы, тем лучше. Следующий вопрос. Михаил Иванович, разве вы не согласны с тем, что хронический стресс влияет на выработку норадреналина, адреналина и адреналина еще вредных гормонов, и как следствие повышения давления, разрыв сосудов? Это очень распространенное заблуждение, что стресс приводит к развитию артериальной гипертензии. На самом деле артериальная гипертензия – это один из способов умереть. Вообще болезни – это способ умереть. Существует, например, мозговая смерть, ну, скажем, болезнь Альцгеймера. Существует сосудистая смерть, это артериальная гипертензия. Причем в ее патогенезе главную роль играет никакой норадреналин, там никакие невредные гормоны, и никакой там не разрыв сосудов, а изменения стенки артерии. Они становятся жесткими. Мы много раз рассказывали о том, что это происходит и к чему это все ведет. Поэтому здесь не выработка норадреналина – адреналина – дело. Это один из способов умереть. Почему артерии становятся жесткими? Ну, видимо, потому что надо человеку умирать. Представьте себе, что у нас бы артерии были эластичными, хорошими, как в молодости, мы бы тогда, наверное, и не умерли. А если бы мы не умерли, то мы бы наполнили всю землю. Так что надо от чего-то умирать. Следующий вопрос. Интересно, они шарлатаны по темноте своей или шарлатаны умышленно? Здесь идет о врачах, о которых мы как раз отзываемся остро критически. Вопрос кажется вроде бы простым и таким. Почему-то противопоставляется по темноте своей или умышленно. Но ведь темнота человека, она может быть тоже умышленной. Ну, например, один всю жизнь ищет знаний, один всю жизнь учится, один всю жизнь хочет узнать что-то новое. Вы знаете, я знал очень-очень много врачей, и я об этом рассказывал врачам, и они со мной соглашались, что есть очень много врачей, не знаю, замечали ли вы это, которые к концу жизни начинают использовать 2-3 препарата, назначая их всем подряд. Но таких врачей не так уж и много. Значит, гораздо больше врачей, которые пытаются чему-то научиться. То есть, это на самом деле вот те люди, которые выбирают только 2-3 препарата, ничему не хотят учиться, и вот они по темноте своей или умышленно становятся такими. Я думаю, что это на самом деле взаимосвязанная вещь. Тот, кто хочет, тот ищет средства, а тот, кто не хочет, тот ищет оправдания. Оправдания всегда себе можно найти, что нам не преподавали, негде было учиться, не было учебников. Тем более, что сейчас есть, пожалуй, везде книжки есть, можно совершенно спокойно их читать, есть гугль, если вы даже не знаете язык, то вам быстро все переведут. Нет сейчас никаких проблем в плане добывания знаний. Следующий вопрос. Это опять вопрос про то, проникает гам в головной мозг или не проникает. Ну и что? Тогда все производители гамы получаются мошенники. Так выходит? Да, выходит. Если производители производят гам, аминалон, например, и люди потребляют аминалон в расчете на то, что он попадет в головной мозг, конечно, мошенники. Потому что препарат в головной мозг не попадает. Но вы думаете, а что? Это как бы единственные мошенники. А что люди, которые, например, рекламируют БАДы? А БАДы вообще не являются лекарствами, средствами. А люди, которые говорят, что та или иная какая-нибудь там диета приведет к каким-либо немыслимым результатам. То мошенников на самом деле полно. Их полно не только в области медицины. Если вам, например, втюхивают, я не знаю, там, какой-нибудь механизм или какой-нибудь бытовой прибор, который там работает плохо. Что это вообще? Первый случай. Вы столкнулись с мошенниками. Много таких мошенников. И, конечно, с этими мошенниками надо бороться. Их надо разоблачать. Следующий вопрос. Психосоматические отделения существуют повсеместно в России. Ну, это очень интересная реплика. Потому что мы рассказывали о том, что психосоматических заболеваний не существует. И этот человек путает психосоматические заболевания и психосоматические отделения. Поэтому надо еще раз повторить. Итак, психосоматические заболевания. Это древние концепции. Лет сто тому назад не знали, из-за чего происходят заболевания. Ну, например, не знали, что бронхиальная астма – это хроническое воспаление бронхов, которое в результате приводит к тому, что меняется их структура, и так далее, и так далее. И думали, что причина бронхиальной астмы чисто нервная. И вот тогда возникла идея, что это психосоматическое заболевание. Потом разобрались, узнали, что ишемическая болезнь сердца – это атеросклероз коронарных артерий, и так далее, и тому подобное. И психосоматические заболевания исчезли. Этот термин не используется. А что такое психосоматическое отделение? Это не значит, что там лежат психосоматические больные. Это значит, что там лежат больные с психическими расстройствами и соматическими заболеваниями. Когда это бывает? Ну, например, у больного с психозом такое бывает. Может, например, возникнуть инфаркт миокарда. Он не может пребывать в психиатрической больнице с инфарктом миокарда, потому что он там умрет. Поверьте, но не потому, что психиатры и врачи плохие. Потому что это не кардиология. Это не кардиологическая реанимация. То есть, существует в медицине специализация. Психиатры лечат свои, кардиологи свои. Значит, что делают? Переводят в реанимацию. Он лежит положенное время там в реанимации. После того, как он может быть выписан из реанимации, его же все равно надо долечивать. Но долечивать так, чтобы он был, кардиолог был рядом. А в психиатрической больнице, как вы понимаете, кардиолог в лучшем случае это консультант, который там приходит и который не сидит. Поэтому, конечно, в психосоматическом отделении он там наблюдается. Психосоматические отделения обычно при соматических, при обычных больницах. Там и кардиологи есть, и врачи самых разных специальностей. Поверьте мне, очень хорошо обычно с выхаживанием. И больного, как правило, доведут до ума. И такого больного спасут. Вот для чего существуют психосоматические отделения. Или, наоборот, другая ситуация. Например, какая-нибудь пожилая бабушка. Она лежит в больнице с каким-нибудь ковидом, например, 19. И вдруг она там, я не знаю, спуталась после того же ковид-19. У нее же, слава тебе, Господи, прошел. У нее же нет никакого риска. Но у нее, например, возникает психоз. А за ее состоянием соматическим надо следить. Потому что у бабушек куча различных болезней. И ее надо вытащить из этого состояния. Вот помещают тоже, опять же, в психосоматическое отделение. Для того, чтобы и психическое состояние тоже лучше. То есть, вот такие смешанные случаи. Ну, это был последний вопрос. Как всегда, я очень рад, что вы нам присылаете очень интересные вопросы. Пишите нам комменты. Мы всегда будем на них отвечать. Если, конечно, вы становитесь спонсором нашего канала. Если вы становитесь подписчиком нашего канала. Если вы пишете комменты, ставите лайки. Ну, и благодарите нас за этот ролик. Вы в описании найдете реквизиты счета. До новых встреч.